Здравствуйте! Мы уже говорили про так называемую «Церковь Сатаны», которая официально зарегистрирована в США. Многие рассматривают это всего лишь как некую игру или форму протеста против христианской культуры. Однако премьер Антона Лаве повлек за собой всплеск сатанизма как именно сознательного служения дьяволу. Уделим этому печальному явлению несколько слов. Сатанинские сообщества присутствуют, к сожалению, по всему миру. Все они создаются подчеркнуто в противовес христианству, как некий антипод церкви Христовой. Сатанисты делают все вопреки христианским заповедям. Зачастую берут Библию, чтобы, прочитывая, делать прямо наоборот. Написано «не блуди» – значит «блуди». Написано «люби» – значит «ненавидь». Написано «не убивай» – значит «убивай». Конечно, специально убийства не афишируются. В жертву сатане они приносят ни в чем не повинных животных. Но иногда под удар попадает и живой человек. В Подмосковье был такой случай. Один молодой человек, Максим, повстречавшись с представителем тайного сатанинского общества, увлекся их жутким мучением. Ему сказали, что для посвящения он должен принести жертву, убить во время ритуала какое-то животное. Но если хочет сразу попасть в высшую касту, то в жертву надо принести человека. Несчастный адепт согласился, но когда началась черная месса и надо было приступить к убийству, Максим содрогнулся, и рука его не поднялась. Тогда убийство совершил уже опытный сатанист. А потрясенный Максим после этого побежал в православный храм и глубоко раскаивался. Только теперь он осознал всю бездну ада в этих сатанинских культах и оставаться там уже не хотел. Благодаря церкви Максим прошел реабилитацию и сам уже хотел находиться при церкви. Но сатанисты стали его преследовать и угрожали расправой. Чтобы хоть как-то его защитить, Максима спрятали в отдаленном монастыре. Никому об этом не сообщали, но каким-то невероятным образом сатанисты нашли его там и показали заснятое видео, где он участник их черной мессы с человеческим жертвоприношением. Тогда он решил, что больше не будет скрываться. И если надо, то готов понести ответственность. Он был арестован, судим, отсидел относительно небольшой срок, поскольку не был исполнителем, а лишь являлся участником группы, причастной убийству. Еще скажем, что он настолько раскаялся во всем этом, что решительно поменял свою жизнь и принял монашеский постриг с именем Моисей, поселившись в монастыре за пределами нашего Отечества. Так, хоть и с огромным трудом, ему удалось вырваться из когтей сатанизма. Подобные увлечения, как видим, заканчиваются весьма плачевно. Все начинается с простого интереса, к эзотерике, оккультизму. Потом человек вдруг думает, что надо напрямую обращаться к сатане, якобы это дает силу и счастье, а в итоге скатывается к откровенным преступлениям и разрушению своей собственной жизни. Христос говорил, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». А приверженцы сатаны, воюя против Христа, воюют и против жизни. Христос принес в жертву себя, чтобы спасти всех, и, соответственно, даровал нам заповедь, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Христианство есть любовь и жертва, и потому христианство – путь к вечной жизни. А в сатанизме в жертву приносит кого-то другого. Вместо любви там ненависть, и потому сатанизм – путь к вечной смерти. Адепты сатанизма, как правило, и сами признают, что попадут в ад. Но они считают, якобы там будут иметь привилегии у сатаны, и вместо того, чтобы мучиться, будут сами мучить других. Но это страшный самообман, потому что дьявол – обманщик. «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи», так сказано в Священном Писании. Дьявол – самый первый эгоист, и потому думает не о своих адептах, а лишь о том, чтобы выдать себя за Бога. А поклонники дьявола для него самого лишь средство, использованный материал, который он влечет за собой в пламя гиены. Поэтому всем нам нужна бдительность, особенно внимательность к нашим детям, подросткам, чем они увлекаются, чему посвящают себя. Даже малый интерес к сатанинской символике может привести к разрушительным последствиям. Счастлив человек, который избежал подобных искушений, да защитит и сохранит Господь всех нас. Всего доброго вам!